Чемпионат России по дартс Мордовия принимает впервые. В нашей республике этот вид спорта начал развиваться совсем недавно. В этом году региональная федерация дартс празднует свое пятилетие. Однако именно площадка Мордовия-арена собрала лучших дартсменов со всех концов России. И хоть этот вид спорта не входит в перечень олимпийских, количество участников говорит о его популярности. У нас человеческий фактор здесь победил. У нас два замечательных человека. Это Владимир Николаевич, председатель регионального отделения по республике Мордовия. И ваш министр спорта, те люди, которые сотворили чудо, пустили дартс в Мордовию. Ну и видите, какие результаты уже. 300 участников, 306 регионов. Ну, позавидуют даже олимпийские виды спорта. Мы привыкли считать дартс развлечением без особых правил и регламентов. Однако на самом деле это серьезная спортивная дисциплина. На соревнованиях игра начинается со счета 501. Бить нужно не в яблочко, как мы привыкли думать, а в ту точку, которая дает возможность вычесть наибольшее количество очков. Необходимо попасть так, чтобы в конечном счете набранное количество очков свело счет до нуля. Профессиональные дартсмены оттачивают этот навык годами. Мишень разбит на 20 секторов, есть сектора утроения и удвоения. Играем мы один на один. И задача первым закрыться, так сказать. Ну, это называется закрыться у нас в дартс, то есть попасть в удвоение сектора. Удвоение сектора это 8-миллиметровая полоска, понимаете, да? И вот когда мы начинаем играть по правилам, самое главное, вот у нас в дартс, это 80% это психология. То есть мы, понятно, что нужна и техника, мы нарабатываем технику, но когда ты стоишь, у тебя остался один дротик, и тебе нужно попасть в точку размером 8 миллиметров, это, ну, сердце бьется, там, нервы, все. Такое вот, когда ты себя перебарываешь и побеждаешь, вот это классно на самом деле. Именно за этим ощущением, кроме, конечно же, победы, и съехали со всех концов России самые меткие ее люди. Например, участники с Ямала в 40-градусный мороз на снегоходах проделали путь в 120 километров из родного села до ближайшего аэропорта. Оттуда перелет в Москву, а из столицы нашей Родины уже в Саранск. Признаются, две с лишним тысячи километров расстояния стоили того, чтобы попасть на чемпионат России. Я года три занимаюсь, и второй раз участвую на чемпионате России. Сначала друзья пригласили, говорили, пойдем, мы тебе покажем новый вид игры. У нас в поселке он недавно появился, и поехала. Ну, один из лучших, и начал выезжать за пределы. Ездили в Муравленко, в Салихарди тоже, чемпионат Янава. Там выигрывали, ну, решили попробовать себя на чемпионате России. 15 апреля на соревнованиях разыграли медали в одиночном и парном разряде. Отдельно для мужчин и женщин. На 16 апреля намечены состязания в Миксте. Ирина Родайкина, Сергей Кувакин. Народные новости.